Продолжение следует... Их участие в международной выставке форума «Россия в Москве» обещает произвести фурор. Ансамбль «Эльбрус» проводит последние репетиции. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами Мурат Женкёзов. Сегодня в России отмечается День волонтёра. С этим замечательным праздником волонтёров поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Это праздник смелых, искренних и отзывчивых людей, готовых бескорыстно протянуть руку помощи ближнему. Тех, кто не на словах, а на деле приносит пользу своей стране и малой родине. В нашей республике порядка 10 тысяч волонтёров. И все они единомышленники абсолютно разных возрастов и профессий. По зову своего доброго и чуткого сердца они трудятся в каждом уголке Карачаева-Черкесии, помогают детям, пожилым, участвуют в организации образовательных, спортивных, культурных, экологических и других мероприятий. Большое значение имеет работа волонтёров, медиков, которые находятся в госпиталях и оказывает помощь военнослужащим, героически сражающимся в зоне специальной военной операции. Дорогие наши волонтёры, большое вам спасибо за ту огромную работу, которую вы провели и продолжаете делать, за вашу активную жизненную позицию и благородное служение обществу, говорится в поздравлении главы республики. И возвращаясь ко дню волонтёра, более пяти лет проводит благотворительные мероприятия, занимается благородным делом Руслан Байрамуков. Он организовывает концерты и фестивали для детей-сирот и детей-инвалидов. Руслан Байрамуков – волонтёр благотворительного фонда «Территория милосердия». За активную гражданскую позицию, многолетнюю плодотворную работу, неоценимый вклад в развитие благотворительности Руслан Байрамуков награждён почётными грамотами правительства и Народного собрания республики, а также памятной медалью президента России за бескорыстный труд и акцию «Мы вместе». Моя главная задача, наверное, делать детям радость. Провожим благотворительные мероприятия, концерты. Мы ездим к ним в детские дома с подарками и стараемся им подарить тепло, радость. Хотелось, чтобы побольше таких было людей, отзывчивых у нас в республике. Есть люди такие добрые, отзывчивые, которые привозят свои угощения, подарки привозят, поют, выступают, танцуют. Спасибо и правительству, спасибо организациям, которые стараются. В каждой школе есть волонтёрские отряды, колледжи. Вот мы к ним ездим с подарками. Более 200 тонн баранины экспортированы из Карачаева-Черкесии. Контроль за отгрузкой продукции осуществили специалисты Северокавказского межрегионального управления Росельхознадзора. Экспортным направлением в республике занимается группа компаний «Домате». Как проводится проверка на вывоз продукции за пределы страны и на каких условиях, расскажет Альбина Ламкова. Постоянно присутствуем на каждой отгрузке. И постоянно отгрузка начинается с контроля температурного режима внутри помещения и в толще мяса продукции, которая будет отправляться на экспорт. С начала 2023 года Северокавказским межрегиональным управлением Росельхознадзора проконтролировано и досмотрено 17 партий баранины. Замеряем температуру. Если это валовый продукт замороженный, то замеряем, конечно, уже таким щупом. Если же это продукция, упакованная в вакуумную упаковку, так как мы не можем прокалывать упаковку, мы замеряем инфракрасным термометром. Чтобы блюда сохраняли свои качества с учетом указанного времени, температура должна поддерживаться на уровне минус 18-22 градусов, что и показал термометр. Всегда так четко? Всегда четко. Здесь камера всегда поддерживается, она автоматически регулируется температура, поэтому с перебоями температуры здесь проблем нет. Особое внимание группа компании Домотэ уделяет вопросам биологической и санитарной безопасности производства и качеству продукции. Осмотр помещений специалистами управления Россельхознадзора проводится в соответствии с нормативной технической документацией. Осуществляется отбор продукции и направляется в лабораторию в Ставрополе. Они проводят работы по контролю качества и безопасности продукции Домотэ. Не было никаких у нас проблем по отгрузке, не было никакие выявленные ни нарушения, ни замечания. Экспортер обязан соблюдать требования ветеринарного законодательства страны-импортера. В рамках предприятия должно уложиться с момента убоя и до получения продукции импортером она 72 часа отводится. А по готовой продукции, по срокам хранения по датам выработки, это все отображено и на упаковке, и на этикетке, в которой должно полностью совпадать и маркировка данной продукции. Вопросы по экспортному направлению для завода Домотэ начали решаться в 2015 году. На сегодняшний день это налаженный процесс. Продукция из баранины пользуется спросом не только на территории России, но и экспортируется в страны Ближнего Востока, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар. Продукция из Кавказа воспринимается как экологически чистый продукт и имеет большие перспективы для роста. Продукция компании Домотэ реализовывается в ритейле и в хорике. Наш завод сертифицирован по международным стандартам качества безопасности продукции. Также мы имеем как внутренний сертификат халяль, так и международный. Ассортимент компании представлен как натуральными полуфабрикатами, так и субпродуктами. В планах расширять экспортные поставки, в том числе и в новые регионы, отметил Харун Гидеев. Артисты государственного ансамбля танца Карачаева-Черкесии «Эльбрус» готовятся к участию в международной выставке в форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ. День Карачаева-Черкесии 8 декабря. Как проходит репетиция и какое настроение у коллектива перед поездкой в Москву узнавала Альбина Ламкова. Кавказские танцы – это всегда ярко и красочно. Они обладают богатой историей, глубокими корнями народных традиций и большим разнообразием стилей и жанров. В сочетании с яркими костюмами, уникальными мелодиями и технической сложностью они непременно привлекут внимание гостей на международной выставке в форуме «Россия». Мы будем очень рады представить нашу республику. Мы исполним три номера из нашей программы. Это карачаевский народный танец «Абизек», адыгская танцевальная сюита и также наша визитная карточка – танец «Под Эльбрусом». Нас всегда встречают очень тепло, очень радушно. И мы же, в свою очередь, точно так же стараемся выкладываться на всю мощь. В ансамбле работают люди, влюбленные в свою профессию с детства. Поэтому и атмосфера в коллективе дружная. Каждый из его участников обрел вторую семью. Отец меня привел на танцы. Сколько лет вы танцуете? Вообще, в общем, лет 20-25 лет. Раньше занимался только спортом. Для меня кроме этого ничего не было. Ну и, естественно, любая мама не хочет, чтобы его сумма приходила каким-то побитым, там, я не знаю, с синяками разными. И сказала, если хочешь чем-то заниматься, иди в хореографию. Нас сильно отправили, ну и втянулся. Так получилось, что попал в госансамбль Эльберс. И вот уже 8 лет танцуем здесь, работаем. Сейчас в зале творческая и уютная атмосфера, спортивный дух и замечательное настроение. А достигается это благодаря опыту и профессионализму наставников. И представление нашего коллектива на таком высоком уровне – это всегда почет, гордость. Коллектив всегда должен быть готовый, достойно представить свою республику. Всегда это самое первое. И поэтому артисты настраиваются, работают профессионально и достойно выкладываются в полном объеме. Двор Карачаева-Черкесии на любом мероприятии всегда был ярким и востребованным. Успех прост, говорит главный балетмейстер ансамбля Эльбрус Чураузденов. Всегда Карачаева-Черкесия отличалась тем, что все приходили в наш двор. Все, что мы привозили туда, они все пробовали. Все, что мы выставляли, проходило просто на бис на аплодисменты. А в чем секрет успеха? Секрет успеха – это работа. Преданность хореографии, любить свой коллектив, свою республику. Наш двор всегда был первый. Я думаю, в этот раз тоже останется первым. Альбину Ламкова, Михаил Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия. Они посвятили служению в правоохранительных органах свою жизнь, боролись с преступностью, защищали граждан и свою республику. Но уйдя на заслуженный отдых, они также продолжают работать, неустанно, на благо своих товарищей, каждодневно решая социальные проблемы, возникающие в жизни пенсионеров, инвалидов, ветеранов МВД, семей погибших своих коллег. Они могут в любой момент сложно обратиться в Совет ветеранов и быть уверенными, что обязательно получат и материальную, и что немаловажно, моральную поддержку. Помимо решения вопросов, связанных с социальной поддержкой ветеранов, инвалидов правоохранительных органов, членов семей погибших коллег, Совет ветеранов ОВД по Карачаевой Черкесии занимается и вопросами патриотического воспитания подрастающих поколений, а в особенности молодых сотрудников и военнослужащих, при этом в тесном взаимодействии в решении поставленных целей со всеми структурами ОВД, государственными и общественными организациями, творческими союзами и добровольными обществами. Во главе всей этой работы стоит председатель Совета ветеранов отдела внутренних дел по Карачаевой Черкесии Юрий Тимрезов. С ним и его коллегами встретилась Мадина Каракетова. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.